Всегда безлимитно, в прямом эфире легко общайся, всегда безлимитно. Выражайте свои чувства самым быстрым безлимитом, на тарифах включайся. Мегафон начинается с тебя. Всем привет, друзья! Великолепный день Мегафон Винтер Клэш начался. Вся, плей-офф, два дня. Роман, привет! У меня два микрофона сегодня, я работаю на сцене и для вас, конечно же, для канала Virtus.pro. Роман, какие у тебя надежды, чаяния, ожидания от этого замечательного мероприятия? Ну, во-первых, я бы не был соль оптимистичен насчет двух дней. Все-таки сегодня у нас очень серьезный соперник, наши друзья из Китая. Поэтому посмотрим. Вышел новый патч, как уже вчера сказал, Ramzes666. Действительно, тестируем новые стратегии, новых героев отрабатываем, поэтому будет непросто. Как парни себя чувствуют вообще сегодня? Мы достаточно рано начали. Ну, действительно, здесь в соседнем помещении проходит съезд известной партии с известными лицами государства, поэтому добраться сюда довольно сложно. Именно поэтому все команды приехали сюда рано. Вот. Но делать нечего, все в равных условиях. Мы готовы. Так, Алды на месте. Значит, Алексей, вы как вообще? Ничего, как сама. Я в порядке. Я сегодня в 6 утра встала, а ты во сколько? В 10 утра. Слушай, ну ты счастливчик. Мне сказал Паша, что вы тренировались всю ночь. Мы тренировались всю ночь. Надежды выиграть турнир. Ожидаем выиграть турнир. Готовились упорно. Ты уже придумал пик? Конечно. А я прочел. Я за ночь прошел доту вчера. Да, я не мог уснуть. То есть я спал реально час. Я не шучу. То есть я не мог уснуть вообще. Ну, дикая бессонница была. Но зато я прошел доту. Вы вчера пикнули течис, и даже я со своими скромными знаниями поняла, что это очень-очень-очень странный выбор. Объясни, пожалуйста, почему. Мы тестим. Ответ, заготовка на все вопросы, да, на этом турнире. Вовка, знаешь, что я тебя хотела спросить? Я посмотрела вчера видео про тебя, про твой путь с твоими родителями. Скажи, пожалуйста, родители стеснялись, может, смущались, может, как-то ты их готовил? Они так знают всю теорию? Слушай, расскажи. Да нет, я не готовил. Я у мамы спрашивал, переживает там ли она. Ну, до их приезда переживала, а когда они приехали, да, говорит, нет, все нормально все. А чья идея была поставить тебя за мангал в кепочке? Да, все мне говорят, это, давай, иди встань что-то на камеру. Я такой, ну, пошел, почему нет. Все просто стоят на меня, смотрят, знаешь, как в школе, такие обернулись. Кому больше всех понравилось сниматься в этом выпуске? Да, мне кажется, и родителям, и брату понравилось. Типа, они давно за меня болеют, и хотели бы стать частью, вот, чтобы все увидели их, всех моих родных, вот. Привет, мама, папа, брат, родные все, там, дядя, тетя, друзья. Спасибо. Вы очень крутые. Роман, ты чего ко мне сел? Роман в последнее время намекает мне часто на то, что я слишком много ем, и я толстая, и поэтому мне не хватает места на этом диване. Роман, ты в исползе? Да. Почему ты такой хмурый, малыш? Потому что я не привык просыпаться в такое время суток. Что, думаешь, это повлияет на сегодняшний результат? Нет. Абсолютно. Все в равных условиях. Расскажи, пожалуйста, немножко, как вам практис, как вам отель, в который вы заселились, вообще организация этого турнира, формат такой? Честно говорить? Да. Ну, турнир, на самом деле, неплохой. Ну, хорошая организация достаточно. Ну, конечно, тут все тир-один команды, все, шесть. Практисы очень хорошие. Ни на одном турнире таких практисов нет. Такие большие. Кого ты больше всего на свете был рад увидеть вот на этом турнире здесь, из приехавших команд? Ответ очевидный, напрашивается. Мага. Мага очень рад был видеть. Ризольчик. С Ризольем я и так на каждом турнире вижусь, а Мага я не видел уже 50 лет. Как ты думаешь, кто сейчас, ну, результатом вчерашних игр, кто сейчас в самой хорошей форме на этом турнире? Ликвид. Очевидно. Да. Только Ликвид. Они сильнее всех на две головы. Ну, посмотрим, насколько прав оказался Ромка. И надеюсь, что к обеду он уже начнет улыбаться. Хороший. Ребят, немного аналитики на сегодняшний день, но вы понимаете, какая команда меня интересует. Я сейчас не как ведущая, а турнирую как ведущая канала Virtus.pro. Рассказывай. Ну, ВП, по идее, должны. Ликвид, по идее, должны. А тут сейчас посмотрим, кто должен. Твой предикт. Ну, я думаю, что 2-1 в Virtus.pro выиграют, потому что LGD сейчас, это очень сильная крутая команда, но мне кажется, что сейчас они не совсем в своей лучшей форме после International, он очень сильно на них повлиял. А Virtus.pro, они как раз на плюс морали, домашняя сцена, тут огромная поддержка, и я думаю, что должны затащить о ней именно. Хорошего вам турнира. Обращайтесь. Сегодня просто самый лучший день, мне кажется, один из лучших дней в моей карьере в Virtus.pro, потому что такое количество фанатов я давно не видела, и таких дружных и добрых. Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Я в шоке. Это мой первый турнир. Да, я пришел, я купил, я счастлив. Я живу в Ростове, приехать трудно. Да, я выбрался, у меня сейчас сессия, я завалил уже два экзамена, но я здесь. Мы все желаем тебе удачи с учебой. А ты в который раз на турнире? Я еще первый эпицентр посещал. Это ты уолт, что ли? Конечно. На месте. Твои предикшены на сегодняшний матч с LGD? 2-0, безоговорочный для ВП. Смотри, а если вдруг что-то пойдет не так? Ну, мало ли, всякое в жизни бывает. Мы знаем, что на домашних турнирах случается иногда поражение для команды, для нашей. Что ты будешь думать про команду, если они не справятся с вот этим счетом 2-0? Отдохнут и будут в следующем году разваливать. Люблю Рамзеса. Любишь Рамзеса? Я тоже люблю Рамзеса. Малыш, ты на верном пути. Алексей Соло-Березин, значит, наш кандидат. Объясните свою позицию политическую. Человек с опытом, прошедший уже и огонь, и воду, и медные трубы. Человек, которому осталось выиграть Интернешнл и уйти на покой. Просто. Добился всего человек. Вот. Нужно всем брать пример. И вести себя так же в матчмейкинге, как Алексей. Команду настраивать только на позитив. Не дизморалить. Все. Не паниковать. Выиграть 2-0 спокойно и дальше пройти в финал и выиграть. Это тренерский мостик, короче, здесь сидит такой скрытый. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Демьян. А тебя? Даша. Расскажите, пожалуйста, как давно вы болеете за Виртуз Про, зайчики? Я не знаю. Сколько? Как родился? С детства за ВП? Нет. Да? В 7 лет где? А сколько тебе сейчас? 9. О боже, ты уже 2-х летний и стабильный фанат команды. Наверное. А кто тебе нравится больше всех в Виртуз Про? Тот, который в команде розовый выходил один раз. Соло самый лучший? Да. Ну, мой хороший. А тебе кто нравится? А мне нравится зеленый с луком зеленым. А, это который Рамзес с головой зеленый, да? Да. А почему? Он красивый? Да. А еще за что мы любим команду? Потому что, потому что, потому что, потому что я не, и потому что мы болеем за нее. Сейчас с родителями с вашими поговорю, как вы докатились до такой жизни, дети. А мне 4 лет. Тебе 4 лет всего лишь. А ты знаешь кричалку фанатскую Виртуз Про про зверя, нет сильнее медведя? Виртуз Про вперед к победе. Да. Звери, нет сильнее медведя, Виртуз Про вперед к победе. Ты какая молодец. Представьтесь, пожалуйста. Светлана. Светлана, ну, по-моему, мы с вами в твиттере видимся, да, периодически. Расскажите, пожалуйста, как ваши дети прекрасные стали вот такими вот настоящими фанатами с детства? А это все папа наш. Он первый привел доту в наш дом, да. И сначала я была категорически против этой игры, потому что клавиатуры, мышки ломались, крики из кабинета, да. А когда это было? Это было в 14-м году, когда Даша родилась. Да. А в 15-м году он мне показал Интернешнл. И тогда постепенно я начала любить эту игру. И вот с 15-го года я уже преданный фанат Виртуз Про, да. Мне кажется, они шаг за шагом скоро дойдут до своей заветной мечты. Возьмут, наконец-то, этот Аегис. Мы будем очень рады, потому что мы вместе радуемся каждой победе. Как зовут вас отец? Андрей. Как так вышло, что вся семья потихоньку-потихоньку стала такими ярыми фанатами нашей команды? Ну, рожаешь и в атмосферу. Рожаешь и Джерси в ИПС. Да, пепеклись в этой атмосфере, вот так и выросли. Слушай, ну они что-то в Доте понимают уже, что-то вы объясняете им? Ну, они понимают только, когда мы орём там «Ура!» Ну, как собаки, как кипиш начинается, то и у детей кипиш. Они пробуют играть в Доту? Сын пробует? Не, я пока в такую токсичную атмосферу боюсь его пускать. У меня у самого прогорает там мгновенно. У меня жена рассказала, что клавиатуры бьются. А какой ММР? Ой, я уже года два не играю. Я вот, ну, я играю на саппортах, а на саппортах ММР поднимать вообще неблагодарное дело. Но 3-4 тысячи больше не было никогда. Скажи, пожалуйста, как вы смотрите матчи любимой команды всей семьёй? Ну, как, включаем большой телевизор, берём там прохладительные напитки и всё. Да, молоко, кефир там, печенюшки. И сидим, орём. Когда мы жили в Иркутске, казалось, что это просто как-то нереально. Это как мультик, фильмы какие-то, сериалы смотришь. Тут немного жизнь поменялась. И сегодня мы уже здесь, в Москве. Мы смотрим вот на ребят. Первый раз мы это осуществили в своём мечту и познакомились с командой, когда приехали в Домодедово. Всё это реально. Никто не небожитель. Все такие же простые ребята, как и вы. Соло вообще душка. Просто душечка. Паша душечка. Самые простые ребята. Даже Дворянкин душечка. Кепки дарит. Даже Дворянкин душечка. И ты душечка. И я душечка. Иркутск, Улан-Удэ, соседи, фанаты Virtus.pro. Давайте все болеть за Virtus.pro семьями. Пять у него. Такие у тебя глаза красивые. Спасибо. Такой довольный. Расскажи, почему. Ну, я вообще, типа, недавно болею за Virtus.pro. И я пришёл первый раз вообще на турнире и оказался. Вот. Поэтому я рад. Я стараюсь засветиться везде. Хайпажёр. Чё так вышло, что ты начал болеть за VP тогда уж? Да меня друзья подсадили на Dota. И всё. Как это произошло? Ну вот, был кризис 2017 года. Вот. Работы не было. И... Подсадили на Dota. Ну, и, короче, начал просто болеть за Virtus.pro. Почему за Virtus.pro? Ну, потому что это лучшая СНГшная команда. Ну, вообще, не только СНГшная, а вообще в Европе, в целом мире. Ну, потому что постоянный состав. Ребята прогрессируют, постоянно договариваются. Есть такая, типа, видимость, что ли, команда... Ну, не видимость, а... То есть, ну, видно, что они между собой общаются не только там, да, в TeamSpeak и какие-то колы дают, но ещё и дружат. Вот смотри, ты как раз как человек новый в нашем фанатском секторе. Можешь сказать мне не со стороны? Очень многие люди часто говорят, что, ну, VP, они ЧСВшники. А вот тебе со стороны впервые, когда ты узнал эту команду, как показалось? Не знаю, мне кажется... Не знаю, мне кажется, вообще нет такого. То есть, если я подойду к ребятам, где-то их случайно вижу, они вообще без проблем со мной пообщаются и пофоткаются, и улыбнутся просто в ответ. Вот. Это круто. Ты был сегодня, когда здесь собралась толпа людей, которые болели? Расскажи. Это я был человек, который делал вот так. Это был я, меня увидели, ладно, все. Молодец. Всё, словил долю хайпа на Virtus.pro. Смотри, как я прям был хайпит на VP. Поймали Рамзеса, Торрен, заезжает корабль, очередной даблкил. И вот он, Кунка, 1850 здоровья. Чайник, никакого грыва здесь не будет. Дазл погибает, и Солычу приходится отступать. ГГ пишет no one. Virtus.pro покидают турнир. Отдохнут, и будут в следующем году разваливать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok